В Лабутнангах состоялся конкурс на вакантные должности директоров образовательных учреждений. В ближайшее время в школе номер один и городской гимназии объявят о назначении новых руководителей. Напомню, что не так давно их предшественники ушли на заслуженный отдых. О кандидатах и результатах испытаний в репортаже Татьяна Швец. Первый ответ перед конкурсной комиссией держала Светлана Демчук. Она претендует на должность директора первой школы. Светлана Георгиевна рассказала о проекте, который собирается внедрить в образовательный процесс учебного заведения, если возглавит его. В частности, доклад коснулся создания условий для развития исследовательского потенциала одаренных детей, активизации познавательской деятельности учащихся по профильным предметам, естественно-математического и информационно-технологического направления. По окончании презентации докладчики ждали вопросы от членов конкурсной комиссии, их интересовало. Развитие платных услуг, реализация новых проектов и выполнение майских указов президента, и, что немаловажно, взаимоотношения с новым коллективом. Скажите, а как вы видите ухождение себя как директора, коллектив, и какие вы для себя ставите первоначальные задачи, цели? Опыт общения с педагогическим коллективом я тоже свой имею, поэтому я реалист, скажем так, по своему характеру. Первое, что я и планировала сделать, это в самые кратчайшие сроки я познакомлюсь индивидуально с каждым учителем путем посещения занятий, уроков, поэтому создание творческих групп, изучение вот этой атмосферы нужно только путем личного такого контакта. Кроме вопросов, собравшиеся высказали и свое мнение о представленном проекте и его реализации в жизни. Это проект не просто одной образовательной организации, а та преемственность, которая была представлена, это проект целой системы образования, поэтому если он будет успешно реализован, то в нем будет задействовано в том числе и дошкольное образование, и дополнительное образование, по ГОС, например, если это возможно будет сделать каким-то образом, и образование в стенах конкретной самой школы, используя потенциал и возможности. Второй участник конкурса – претендент на должность руководителя городской гимназии Галина Сомова с этим учреждением знакома достаточно давно, и потому, считают члены комиссии, продвижение по служебной лестнице было бы явлением закономерным. Свой доклад Галина Валерьевна посвятила программе развития учреждения до 2020 года, представив проект новой гимназии. После которого также ответила на вопросы членов конкурсной комиссии. После заполнения оценочных листов собравшиеся определились, прошли ли кандидаты аттестацию на должность руководителя образовательных организаций. Конечно, было непросто идти на аттестацию. Понимаете, как, готовился я, допустим, проект один, да, вот они готовили тематику, а вопросы ведь могли получить какого плана, любого плана от членов комиссии, и финансовой, и экономической подготовки, и финансового обеспечения, и хозяйственной деятельности, любого им нужно было ответить. Справились, показали хорошие результаты, с волнением, конечно, ожидают решения. Впереди уже прошедших аттестацию кандидатов ждет знакомство с педагогическим и родительским сообществом, и, конечно, учащимися. К своим обязанностям уже в должности руководителей образовательных учреждений Светлана Демчук и Галина Сомова приступят после подписания контракта, который будет заключен с ними на один год. Татьяна Швец, Александр Чирва, программа «Время местное».